здравствуйте зрители моего канала и пожалуй продолжим прохождение очередной отики 1 это очередная серия не знаю исправился ли бахну в прошлый раз я вышел в принципе только потому что я мог зараза видеть сквозь стены и к сожалению продолжаю это делать очень печально очень я сказал бы печально ладно попробуем как-нибудь по-другому я уже принципе компьютер перезагрузил так у нас тут появился демон вот я подумал принципе как решить эту проблему и у меня принципе единственное что я мог надумать это выбежать из этого подземелья до и зайти обратно может быть все нормализуется вкусные эликсиры лежат мне показалось так будет легче у нас с ним неверный в храме повелителя пусть же проклят проклят сам себя гниль шаровая молния а я только что заметил да вот как же ж ему блин было плохо прям как мне когда меня клепают всякие мудаки с мечами а я не могу ничего сделать я хочу что-то нибудь скастовать но увы к сожалению никак тут вообще печально если честно проблема в том что из этих прозрачных стен тяжело видеть предметы как я понял сюда кроме как через низ пробраться по-другому не получается ладно использую зелье ускорения к сожалению нас нифига не работает дебильные глюки даже не знаю чем это связано может залиты к сам одиннадцатым чё это он решил делать прозрачные стены не знаю или текстур пак но очень надеюсь конечно чтобы не испортить игру вообще себе до прохождение все довольствие от прохождения очень надеюсь что все таки я отсюда выйду зайду и это вся фигня пропадет может просто что плохо прогрузилась изначально вот здесь вроде бы текстуры непрозрачные правильно так сохранюсь и вот что я подумал чем я принципе не пользуюсь молния дождь пускай у меня принципе молния на шестерке фельгинез на семерке вот я уберу молнию беру это поставлю свет вот это у меня будет свет на пятерке не уверен но вроде бы пока что вроде бы сквозь стены не вижу да или вижу вроде нормально текстурки конечно прогружаются не сразу но по крайней мере не сквозь стены вижу да отлично все буду знать как этот бак исправлять а то вообще портит мне все вообще полностью всю игру скелетики тут в принципе направо уже с идти смысла нет я там уже был и достал оттуда вещь здесь у нас значит мы тут тоже уже были будем продвигаться дальше кто-то топорик потерял вижу демона странно откуда ты взялся я тут вроде было откуда ты взялся ладно а это концовка уже да дальше пути здесь нету к сожалению через низ я пришел через вверх значит единственный проход это дальше идти а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что комната с лавой, по-моему, это уже концовка практически, да? Продолжение следует... 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 Странно. Не знаю, что произошло, но кнопку я нажмал. Мало поспорить, здесь демон, да? Даже два. К сожалению, я убил другого, нечаянно просто. Я вообще что взял мага, по сути дела? Ну, согласитесь, допустим, воин, он сильный, вообще не поспоришь. Очень мощный. Ну, блин, я в принципе могу победить этих демонов с помощью ближнего боя, да? Но зачем, если... Так, я могу победить. Могу продемонстрировать. Легко победить демона. Причем тут один, я как раз хотел продемонстрировать. Вот, но с другой стороны, а какой смысл, допустим, мне с каждым демоном воевать, когда я точно знаю, что я его могу победить? Зачем мне каждый раз напрягаться, драться с ним на мечах, когда, в общем-то, есть вариант просто с двухкостов его убить? Единственное, кого я здесь этих воинов не могу победить. Но, опять же, таки, был бы я чистым воином, плюс еще бижу, взял бы, наверное, на силу. И, наверное, бы вместо кругов магии выучил бы двуручное оружие и просто повиновал бы, как бог их. Я вроде бы читал в интернете, не такие уж они бессмертные, как они рассказывают. Субтитры создавал DimaTorzok Чего-то я подозреваю. Чего-то я подозреваю. Блин, наверное... Черт, далеко. Не, недалеко. Наверное, просто он что-то мне хочет сказать, и мне просто хотелось бы послушать, как он мне вначале угрожает. Перепрыгнул. Отлично вообще. Красавчик. Видимо, наверное, так и надо через ту дырку специально проходить, потому что здесь что-то не то. Либо очень-очень-очень близко подойти, так почти впритык, и у нас работает ловушка, а я такой хоп и отскочу. Ладно, либо я сейчас въехаю сюда, посмотрю еще. Блин, блядь, лук у меня сзади, конечно, такой чмошный, блин. Портит мне всю магическую эту... красоту. Не красоту я имел в виду. Стереотип мага. Атмосферу мага. Ну, я думаю, правильно через ту дырку проходить. Твой долгий путь будет окончен здесь. Чело твое сгорит в огне. Признаться, эта идея мне не слишком по душе. О-о-о-о, подождите, может у него была что-то какая-нибудь крутая сфера? Да нет. Обычный огненный шторм. Или огненный шар. Или огненный шар. Странный меч. Так, почитаем про этот странный меч. Да, так я взял и почитал, короче. Клинок света, удар демона. Странный меч. Меч восхитительного качества. Клинок покрыт древними рунами. Может быть, Ксардос и сможет их прочитать. В любом случае, до той поры, пока мне не стоит его использовать. Отсылка идет на Ксардоса. Так. Блянь. Ха-ха-ха. Не успели. У них есть какой-то конкретный этот каст. Просто, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, то... Блин, туда, наверное, не идти. Лучше, наверное, через низ пойти. И, надеюсь, конечно, банки заработают. О, отлично. Ух ты. Как вам туда пройти? Я запомнил это место. Я любой ценой должен буду туда пробраться. Ага. Нет, нет, нет. Я вот даже... Уже понял, как. Не, ну опять вот он умер. После того, как я меч достал. Что за бред, блин? Кулак варвара. Эликсир. Яйцо ползуна. Еще яйцо ползуна. Дневник. К сожалению, дневники я, наверное, не смогу прочитать. Кулак. Кулак. Факел. Арбалетная стрела. Мана. Амулет. Силение. Руда. Много руды. Так, сохранюсь, потому что сейчас по-любому выбит из игры. По-любому просто. Дневник. Магическая руда. Дар богов. Карта. 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 Старая и стертая книга. Многие страницы утеряны. Это единственная часть. Дневник. Да, наверное. Да. К сожалению. Я его не прочитаю. Мне интересно, что ж там в том дневнике. Секундочку. Я тут посмотрю, что там в дневнике. в котором говорится о том, что у шаманов нет сердец и в какой-то странном мече, который боятся орки. Которого боятся орки. Находим странный мир, забираем его, но одеть не можем. Нужно будет показать его к Сардасу. Возвращаемся. Возвращаемся. А не, значит можно в принципе продолжать. Я просто знаю, что там дальше будет шаман нежить. Я вот уже возвратился очень много, но нам столько не нужно было. Дальше будет шаман нежить. очень крутой. Так. Кто здесь потерял? Отлично, что мы можем бежать. И этот шаман нежить. И этот шаман нежить, он будет абсолютно бессмертный. И в сравнении с, допустим, с теми же самыми послушниками, воинами с этого, как его называют. С болотного лагеря, этот по-настоящему бессмертный. Интересно, что делает эта штука. ОК, это какой-то некий лифт, который спустил меня в воду. Ага. Переключатель. Ага, этот переключатель обратно спускает этот лифт. Я понял. Нарисованы страшные картинки. Спасибо. 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 Я предполагаю, что-то произошло. Ворота открылись, да? Ворота открылись как раз там, где в принципе нам нужно. Видимо, они раньше были закрыты. прям все ворота подкрывались. Подождите, ну не нападайте пожалуйста, у меня манки нету. Ворота открылись, но если бессмертный. Поэтому может сбежать в пути. По которым я не смогла бессмертить, приносить за пассиву. Ворота открылись. Ворота открылись, но теперь может быть на пассиву. Ворота открылись, но не nei лифт. Это не уничка. Приносите место на пассиву, Их было только трое, да? Почему такое ощущение, что здесь какой-то спуск? Нет, ошибаюсь. И какая-то кнопочка здесь. Не знаю, наверное, тоже что-то изменилось. Наглядная такая картинка, даже, можно сказать, понятная. Вот, собственно, тот храм, который мы видели на видео. Неудачно. Так, тут есть. Хотя тут вроде бы даже если упадешь, вроде бы не очень страшно. Что, падать что ли нужно? Не пойму. Да. Акроп, прибают. Акроп, прибают. Акроп, прибают. Арина, ладно. Значит, здесь можно будет подняться. Какая-то картинка где-то я видел, вот, картинка лифта, такая самая, как и там была. Блин, опять я упал, ладно. Вот, ладно. Вот, ладно. Чёрт, ну здесь нереально перепрыгнуть, вы чё? Что за подстава? Вот, ладно. Может я чё-то не доклацал? А-а-а-а-а! Блин, бред какой-то! А-а-а-а! Спущусь ещё раз вниз, я не знаю. Нам же чё-то не хватает. Так, вот видно картинки, короче. Спящихся фигня. Вот, на второй картинке нарисована тоже какая-то хрень. А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Блин! Блин! Ладно. Будем мучиться дальше. А-а-а! Блин! 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 Там-а! Блин! Блин! Добавляю! какого-нибудь шамана не убил пойму я блин хрень какая-то что это такое нажимается нет быть мост не вижу никакого моста может кнопки внизу а Может шаман есть здесь? Наверное не здесь просто шаман, пойдем искать его ладно, хотя я почти уверен что он здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хрень какая-то ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 К сожалению, все равно Я его не пробиваю мечом Не, я так погибну Очень мощные, мощные Так, ладно Значит, на сути дела Лучше фанатика бить Потому что фанатики, правда, практически неуязвимы к физической атаке Вот, я оказался как раз по ту сторону всего этого Но, опять же таки, если бы я сюда сразу пришел бы То, боюсь, ничего бы не произошло, потому что Эти все ворота были бы закрыты Просто нам всего Субтитры сделал DimaTorzok Эээ, а где второй? Мне такого не устраивает Огненный шторм Как бы их так купить, а? Что у меня есть интересного? Заклинаний Смерть нежики Ледяная волна есть Да? Ледяная глыба есть Ледяную глыбу попробую Ооа Продолжение следует... 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 Сейчас буду побеждать вам в честном бою. Странно, в честном бою у меня получилось чуть сложнее его убить. Хотя я тут пробовал некий эксперимент. Просто моба, которые любят отпрыгивать назад, к ним иногда приходится вот так вот подойти и вот таким ударом сделать. То есть во время ходьбы. Такой вот. Единственный минус у этого удара в том, что он слишком медленный. Больше не появляйся здесь. Ловкости плюс 8. Чудо у нас мана плюс 15, сила плюс 8. Ничего так, параметры. Нет, у меня план другой. Прикинулись ледяная глыба. Так будет легче. Потому что не дает он мне, гад, себя убить. Себя ударить. Вот он мост, в котором писалась Айди. И вот он нежитский шаман последний. Ты должен повернуть назад. Никто не смеет тревожить сон моего повелителя. Ошибочка. Ваш спящий очень скоро проснется. Казалось бы, офигел что ли, да? И бомбим его в магии в спину. На, блин. А вон ноль реакции, ах ты ж думаешь, гад. Ладно. Черт, в моем не царапины. Нужен другой. Теперь ты умрешь. Пора убираться отсюда. Да побыстрее. Вот. В общем-то, вот эту анимацию я и собирался ждать. Кстати, в некоторых версиях игры, когда я первый раз играл. Ох. В некоторых анимациях игры, блин, при чем здесь анимациях? В другой версии игры, когда я первый раз играл. Когда этот шаман подходит, сразу же выкидывал из игры. Был крит. Это все было из-за... Не было патчей, короче, специального фикса. Говорилось о том, что здесь будут резпаться мобы обратно. Не знаю. Где? Только демоны, что ли, и все? Больше, больше недели не будет? А, вот. Демоны. Продолжение следует... 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 Так, у меня в принципе Немножко не хватает Там надо, по-моему, если не ошибаюсь 20 и 30 У меня одного левела не хватает, чтобы прокачать Двуручное оружие И повиновать двуручным оружием Я сейчас гляну, может быть, если Одна ручка получится сделать Чего я вообще бегу? Я тогда поговорю с Сардасом Вместо, допустим Огненный дождь вообще не нужен, если честно Это неэффективное заклинание Оно бьет немного И правда толпу То есть удобно против армии мелких Но, грубо говоря, неэффективно против сильных Приветствую Оно даже армия скелета в него бьет Так Я нашел этот странный меч Покажи мне его Как интересно На нем выбито слово Уризель Я слышал об этом мече Он пришел из тех дней Которые принято называть Зарей человечества Меч этот выкован из неведомого металла И в древних книгах нет ни строчки О его создателях Говорят, что он обладает невероятной силой Но я даже не чувствую в нем магии Уризель обладает невероятной силой Встречаются упоминания о том Что меч этот без труда пронзает любой доспех И разрушает самые мощные защитные заклинания Как могло оружие такой силы попасть в лапы орков? Утверждают, что орки забрали его у могучего воина Не зная, как владеть таким мечом Они просто спрятали его Но спрятали недостаточно хорошо Понятно Можно ли вернуть былую силу этого оружия? Для этого тебе понадобится Очень сильный источник магической энергии Такой, что способен разрушить даже магический барьер? Примерно такой Помимо этого Тебе потребуются довольно необычные заклинания Для переноса энергии Через некоторое время я подготовлю его для тебя А я тем временем поищу себе доспехи получше Нежить буквально изрешетила мои старые доспехи Ты должен будешь пойти в мою старую башню Твою старую башню? После землетрясения Она оказалась на дне одного из восточных озер Шпиль до сих пор торчит из воды А внутри по-прежнему есть несколько ценных артефактов Я ни разу не пытался вернуть их Как я туда попаду? Я не был там после землетрясения Так что вход тебе придется искать самому Но возьми этот ключ Им ты сможешь открыть сундук В котором я хранил несколько чрезвычайно редких магических веществ Отлично Ну что я в принципе могу сказать Меч этот улезель Это наполовину Магический урон, наполовину физический Я бы сказал больше магический все-таки Вот То есть им даже маги Собственно Маги могут убивать в рукопашном оружии Ну в рукопашном бою Любого противника Похож чем-то со второй готики Там тоже подобный был меч В ночь ворона Когда он бьет молнией Да по-моему Здесь тоже если не ошибаюсь Бьет молнией Или наоборот Там не бьет Вот Я не знаю Наверное На этом буду заканчивать Хотя Хотя не знаю Наверное буду заканчивать У меня тут в принципе остались очки Обучения Я планировал либо выучить двуручное оружие Допустим себе Либо Либо не выучить Либо одноручное Ну уризель по-моему Бывает только двуручный Если не ошибаюсь Если бы он был одноручный Я бы выбрал наверное одноручный Потому что скорость атаки выше Больше вероятность пробить Магией Именно да К тому же мне одноручное Уже понравилось всех убивать Формить Я такой хотел именно одноручным Быть мечом То есть паладин с одноручным оружием И мощной магией Во вторых я почитаю Характеристики Заклинания Которые можно вытащить Уризеля Насколько я знаю Уризеля есть такая функция Вытащить из него заклинания И получается Будет меч отдельно Нафиг не нужный Да А заклинания отдельно То есть руна отдельно Вот И этой руной вроде бы Как тоже можно тоже Неплохо фармить Но она вроде бы Как конченная Если не ошибаюсь Вообще неудобная Долгие косты Наносят мало урона Намного лучше Какой нибудь Огненный Как я всегда Ну как пользуюсь Огненным штормом Если не ошибаюсь Так называется Вот Если Нельзя будет Одноручную Уризель Сделать То наверное Я все таки Выучу Вручное оружие А там посмотрим Ну и К Сардасу В башню Я пойду уже Позже Я кстати Ее раньше Показывал Уже В каких-то Серий Где она Разрушенная Башня Посреди озера Если не ошибаюсь Вот Показывал уже Но В общем-то Не ходил Туда И кстати Можно будет Еще Заповиновать Здесь Этих Всех Животных Которых Я пропускал Очень мощных Тут В принципе Недалеко От башни Находятся Но это Уже В следующей серии Так что Всем В принципе Пока Пока